Уважаемые овны, всем доброго времени суток, вы на канале Око Таро и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 15 по 21 июля, включительно. Что вас ждет в этом периоде? Расклад затрагивает все самые важные сферы вашей жизни. Это семья, дом, взаимоотношения, работа и финансы, доходы и расходы, карьера тех, кого интересуют. Также мы рассматриваем и все то, что в отношении вас может исходить из внешнего мира, любая полезная информация. Смотрим, что в скрытых факторах, подводим итоги всего этого периода. В раскладе будет карта дополнительного совета или форс-мажора. И сейчас традиционно вы можете загадать картам всего лишь один вопрос желания. Та карта, которую я достану в самой последней, после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос. Думайте о своем желании. Вопрос должен быть всего лишь один. Колода готова. Кому больше времени нужно для своего вопроса, нажимайте на паузу. А я приступаю к выкладке карт. Уважаемые овны, все карты вашего расклада перед вами и я начинаю его прочтение. Начну с того, что в центр вашего расклада, в пересечении и большого, и малого креста вашей судьбы, выпали два старших аркана. И эти две старшие карты выпали рядышком. Один из них это влюбленные и карта старшего аркана колесницы в самом центре. О чем говорят эти карты? Даже только два этих аркана говорят о том, что в этом периоде вам нужно быть максимально активными. Жизнь вас будет ставить перед каким-то выбором, который может касаться и вашего дальнейшего движения, и всего того, что происходит в доме, и в ваших личных отношениях. И по центральной карте очень многое зависит именно от вас самих. Это касается и женщин, и мужчин. Но если говорить о женщинах, либо вам самой нужно где-то проявлять мужские черты характера, мужскую настойчивость. И тут еще возможно и то, что на вашу жизнь, на какой-то ваш выбор, на ваше последующее движение жизненное также может влиять мужская фигура. И, может быть, свои какие-то важные желания, мечты, проекты, надежды вы будете обсуждать еще с одним человеком. Здесь что-то в спорах и в противоречиях, все то, что касается финансовых моментов. Это, пожалуй, достаточно слабое место в этом периоде. И то, что касается вопросов денег, в какой-то степени вы из-за этого можете немного нервничать. Но на входящие события для вас выпала очень хорошая материальная карта. Это девятка монет, которая говорит о том, что к вам будет поступать прибыль те, кто работает. Это те деньги, которые вы можете получать от основной работы. У кого-то это может быть и подработка. Для кого-то эта карта может показывать еще чью-то помощь, даже если вы не работаете вообще. Или, может быть, вам кто-то помогает. Но того, чтобы вы вообще были без денег, я этого не наблюдаю. Все активные способны зарабатывать и зарабатывать неплохо. Но карта рыцаря мечей, выпавшая в дом финансов, может говорить о том, что либо есть какие-то незакрытые долги, либо есть какие-то счета, которые могут быть для вас противоречивыми, потому что, может быть, вы с чем-то не согласны. Может быть, в отношении каких-то ваших финансовых вопросов кто-то проявляет несогласие. Тут могут быть любые разговоры, связанные с деньгами. Те, у кого есть долги или кредиты. Эта карта тоже может показывать ситуации, когда нужно с этими долгами что-то делать, потому что по рыцарю мечей это могут быть и оповещения из банков, и напоминания, но не в самой лучшей форме. Если у вас есть собственные должники, то здесь тоже могут быть некоторые проблемы с отдачей, и тут без конфликта может не обойтись. Если говорить о каких-либо ваших крупных инвестированиях, куда-либо в этом периоде ваших собственных денег, даже те, у кого они есть, этого делать нежелательно. Этот период для этого не самый благоприятный в отношении всех финансовых вопросов, с крупными покупками, приобретениями, также продажей стоит воздержаться. Тем более, что и на внешний мир выпала четверка мечей. Расклад начинается с семерки чаш. Это говорит о том, что входя в начало этого периода, не хочется заниматься особо ничем серьезным. Вам хочется больше отдыха, больше расслабленности, и те, у кого есть такая возможность отдыхать и не делать ничего, то ничего и не делайте. Возможно, вам этот отдых необходим для того, чтобы восстановить свои силы, улучшить состояние своего здоровья. И карта говорит о том, что, пребывая в таком состоянии, вы все-таки обдумываете для себя что-то на будущее, но для того, чтобы многое из того, что есть в ваших планах, реализовать, все-таки нужно нарабатывать почву, над чем-то нужно трудиться, что-то нужно еще для этого сделать, для того, чтобы притянуть желаемое. Конечно, первый аркан говорит о том, что с понедельника не стоит начинать вообще никаких серьезных дел, потому что либо вы можете в чем-то свои возможности переоценить, либо недооценить, либо все то же самое может касаться и ваших планов, когда вы не совсем правильно рассчитываете что-то или просто не настроены на решение серьезных задач. Отдохните, наберите сил. Но на входящие события выпла девятка монет, которая говорит о том, что в таком состоянии ничего не делания, долго находиться вы не будете, потому что девятка монет говорит о том, что вас будут волновать вопросы денег, денег, заработка, доходов, расходов, может быть, каких-то приобретений, вашего собственного комфорта. То есть для вас важно то, чтобы в вашей жизни были те деньги, которые обеспечивали бы вам защищенность и в дне сегодняшнем, и в дне завтрашнем. Девятка монет говорит о том, что те, кто работает, вы можете заработать и очень даже неплохо в этом периоде. И по девятке монет это могут быть доходы от вашей основной работы. Для тех, кто не работает, в любом случае эта карта говорит о том, что к вам будут поступать финансы. У вас может быть либо какой-то дополнительный источник дохода, либо вам кто-то, может быть, предлагает свою помощь финансовую и поддержку. Но даже те, кто не работает, свои финансы вы способны контролировать самостоятельно. Но, как я уже говорила, из-за чего там может быть напряжение, потому что все-таки расходы где-то могут в какой-то момент превышать ваши доходы. Может быть, это является для вас противоречивым моментом. Карта колесницы говорит о том, что все, что касается ваших любых планов и надежд, начинайте действовать. По всей видимости, вам с кем-то нужно будет посоветоваться еще по поводу всех текущих дел. Или рядом с вами есть человек, с которым вы постоянно имеете общение. Это может быть и кто-то из противоположного пола. Это может быть и любой другой человек, которому вы в чем-то доверяете. Но здесь тоже показан конфликт интересов и рассогласованность в чем-то. Поэтому вам с кем-то нужно будет договариваться. Может быть, даже какие-то разговоры тут у вас как бы на повышенных. Вы кому-то пытаетесь доказать или отстоять свою точку зрения, и вы действительно правы. Но кто-то, может быть, не согласен с какими-то вашими доводами и выводами. Или кому-то, может, просто не нравится то, что вы очень инициативная фигура. Вы пытаетесь контролировать все и вся. И свою собственную жизнь, и, может быть, жизнь тех людей, которые рядышком с вами. И эта карта может говорить о том, что вы кого-то где-то подавляете своим авторитетом. Может быть, это кому-то не нравится. Но вы действительно должны идти к своим целям, преодолевая все преграды, несмотря ни на что. Уметь отстаивать свои интересы. Эта карта может даже показывать некоторую вспыльчивость. То, что в разговорах с другими людьми вот эта нетерпимость может где-то проявляться. Я вижу, что вы пытаетесь где-то в себе вот эти качества контролировать. У вас получается, но не всегда. Так как центральная карта может показывать любого рода дороги, разъезды, поездки. Может быть, кто-то в этом периоде будет действительно в состоянии дорог. Вы куда-то можете ехать, вы откуда-то можете возвращаться. Может быть, у вас какие-то дороги в спорах и в противоречиях. Потому что, может быть, вы нацелены куда-то ехать, но в отношении ваших дорог тут есть некоторые преграды, которые вы как раз будете пытаться обойти для того, чтобы получить желаемое. Все это возможно. Поэтому, если вы запланировали поездки, они осуществимы. Те, у кого есть основная работа. Центральная карта говорит о огромной активности в профессиональной деятельности, о желании подниматься вверх по карьерной лестнице. Вам очень сложно находиться в подчинении у кого-то. И эта карта говорит о том, что вы всегда стремитесь к тому, чтобы все-таки работать на себя. Или даже если вы работаете в коллективе, то это желание занимать руководящие позиции. Что, в общем-то, у вас и получается. У вас очень хорошие организаторские способности, и многие люди с этим считаются. Даже для тех, кто не работает официально, эта карта все равно говорит о том, что вы эту неделю будете максимально активными. Те, у кого действительно есть какие-либо невыплаты, кредиты, постарайтесь свои кредиты, долговые обязательства любого характера закрывать. Потому что даже при наличии того, что к вам поступают деньги, сейчас есть сложности с тем, чтобы, может быть, свои долги закрыть полностью. Может быть, у вас из-за кого-то создаются дополнительные проблемы. Если говорить о женщинах, это может быть мужчина. У кого-то это может быть решение каких-то официальных вопросов, которые упираются в финансы. Потому что здесь тоже может быть что-то в сложностях. Но по чуть-чуть, небольшими шагами, постепенно, вам хочется сразу, может быть, решить все финансовые вопросы. Так не получается. Если запасетесь терпением, то результат все-таки будет, но нужно время. То, что касается внешнего мира, любых контактов и связей во внешнем мире, на внешний мир для вас выпала четверка мечей, которая говорит о том, что особо с кем-то общаться, в особенности все то, что касается малознакомых людей, малознакомых контактов, у вас нет особого желания. Вообще вот эти две карты в комбинации говорят о том, что есть все-таки какая-то старая проблема, которая вас беспокоит и сейчас. И, может быть, вы пытаетесь по центральной карте найти выход, но все равно что-то решить непросто. Поэтому эта карта может говорить о том, что порой хочется все бросить и не делать ничего, но так не будет. Все равно мы видим в центре движения. Но тут явно вы на кого-то обижаетесь. Может быть, потому что рассчитывали на чью-то помощь, на каких-то людей. Или раньше, может быть, в чем-то были упущены какие-то шансы и возможности, и просто сейчас нужно с этим что-то делать. Так как в центр вашего расклада все-таки выпала карта влюбленных, она говорит о том, что высшие силы вам предоставляют определенный выбор. Поэтому вы зря так нервничаете. Тут и помощь в отношении вас идет от конкретного человека, и помощь есть от кого-то из близких. Потому что в вашем раскладе я вижу и десятку чаш, и четверку жезлов, и шестерку жезлов, которая закрывает весь ваш расклад. Это говорит о том, что как бы там ни было, результатами этой недели многие из вас по факту будут довольны. Или какие-то спорные или противоречивые вопросы вы все-таки сможете решить, не без чьей-то помощи. Потому что последняя карта говорит о том, что кто-то вам придает уверенности, или есть те, на кого вы можете всегда рассчитывать. Давайте сразу же возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу всех тех, кто работает, и тех, кто не работает. Для тех, кто при работе. Для вас выпала карта старшего аркана солнышка. Карта замечательная. Она говорит о том, что независимо работаете вы на себя или на кого-то. Это карта успеха, признания ваших заслуг другими людьми. Это карта расширения интересов, увеличения своих доходов. Поэтому если вы хотите что-то менять, улучшать, преобразовывать, самое время. Но эта карта также может показывать и желание отдыха, потому что мы здесь видим теплую атмосферу, буквально семейную. Если вы работаете в коллективе, то это говорит о том, что у вас есть тоже хорошая группа поддержки в коллективе. Почет и уважение в тех кругах, в которых вы находитесь. Если это семейный бизнес, прекрасная карта для семейного бизнеса. Но из-за финансов тут все-таки есть спорные вопросы. Эта карта может показывать и отдых, и отпуск. Поэтому если кто-то сейчас уходит в отпуск, или вы отдыхаете, уже ваша работа никаким образом от этого не пострадает. И я вижу, что доходы к вам по-любому будут поступать, и у вас будут еще какие-то очень хорошие возможности. Сама по себе эта карта, хотя не говорит напрямую о финансах, но она говорит о том, что вы что-то можете в доходах увеличивать, и амбиции, и планов на ближайший год у вас достаточно много. Для тех, кто пока без работы, но вы в активном поиске, для вас выпла тройка жезлов. Эта карта говорит о том, что будет выбор вариантов, как минимум между несколькими направлениями. И либо вы ждете сейчас какой-то информации издалека, либо это может быть как-то связано из-за границы, либо вы просто уже что-то проделали для того, чтобы работу найти, но ждете окончательного, может быть, одобрения, или приглашения, или телефонного звонка, или еще какой-то дополнительной информации, которая поспособствовала бы вашему движению. Это движение будет и уже в ближайшем времени. Поэтому без работы я вас не вижу. Может быть, еще чуть-чуть нужно подождать, но уже в скором времени будут какие-то варианты. И они по факту есть уже. Для тех, кто на пенсии, или вы по другим причинам дома, для вас выпла карта старшего аркана правосудия. Карта официальная, она показывает закон, все, что связано с юридическими структурами, и может говорить о том, что либо кому-то нужно что-то переоформить, оформить, привести в порядок какие-то, может быть, документы, может быть, что-то нужно пересмотреть по определенным выплатам. Если сейчас кто-то только начинает что-то оформлять по выплатам или субсидиям, вопрос вы будете пытаться ускорить, но все упирается в закон, поэтому по-любому быстро не получается, но в конечном итоге вы получите то, что желаете. И сейчас на чашах весов в вашей жизни очень многое. Эта карта говорит о том, что вы должны правильно оценивать свои возможности и свои перспективы. Эта карта может показывать любую дополнительную юридическую консультацию в любом важном для вас деле или вопросе, которое не будет для вас лишней. Или эта карта может говорить о том, что вы самостоятельно пытаетесь что-то изучать, но все равно вам нужна дополнительная информация извне. И рядом с вами есть такие люди или такой человек, который может помочь решить ваши спорные вопросы. Но заниматься ними нужно уже сейчас и не откладывать что-то на потом. Старший аркан говорит о важности происходящего здесь и сейчас, поэтому, как говорится, вы должны быть максимально собранными и сосредоточенными на самом главном, на тех вопросах, которые для вас сейчас являются самыми основными. Ну а теперь поговорим немного о вашем личном. Для тех, кто в паре, для вас выпала карта Короля Жезлов и карта Старшего Аркана Влюбленных. Конечно, есть притяжение. Если говорить о чувствах вашей второй половины, ваша вторая половина к вам достаточно привязана, но я вижу, что часто бывают конфликты. Вам порой сложно друг другу уступать. Что бы ни говорила женщина, мужчина все равно что-то делает по-своему, но все равно для дома и для семьи старается. Внешнее проявление активности, но я вижу, что внутри тоже испытывает либо раздражение, либо усталость, и все это в какие-то моменты может проявляться. Конечно, карта Влюбленных, выпавшая в вашем раскладе, может все-таки говорить о некоторых искушениях, которые могут быть и в вашем сознании, и подсознании, также и у вашего партнера. То есть все-таки вы периодически задаетесь, может быть, вопросом, а будем ли мы вместе в дальнейшем. Карта может говорить о том, что кто-то ранее пытался вмешиваться в ваши отношения. Может быть, и сейчас есть такая фигура. Это касается больше не вас, а вашей второй половины. То есть с вами кто-то может все-таки пытаться конкурировать. И, может быть, на почве ревности также возникают конфликты, разговоры, выяснения отношений, но я не вижу того, чтобы вы расстались. Несмотря на то, что в доме все-таки многое пытается решать именно мужчина, женщина мужчине ни в чем, абсолютно ни в чем не уступает. Карты говорят о том, что даже в те моменты, когда у вас возникают разногласия, вы все-таки должны искать общий язык, советоваться в чем-то друг с другом, принимать какие-то решения вместе для того, чтобы потом друг друга в чем-то не обвинять. Но эти две карты в любом случае говорят о том, что в доме есть положительная динамика, что-то развивается, что-то происходит. И в этом я вижу старания двух партнеров. Может быть, кто-то обдумывает переезд, смену места жительства. Те, у кого такие вопросы есть, у вас тут тоже есть выбор вариантов, поэтому этот вопрос решится для вас. Конечно, в отношении друг друга я вижу, что чувства все еще есть между вами. Аркан может говорить о том, что ваш выбор как бы предопределен, и вы это для себя понимаете, но почему-то в вашей душе все равно есть вопросы и есть некоторые сомнения. Конечно, если вы находитесь с партнером на расстоянии, это не улучшает ваши отношения, поэтому и возникают вопросы, что у вас, что у вашей второй половины. Но я так полагаю, что в ближайшее время между вами состоится какой-то очень важный разговор. Переходим к нашим свободным овнам, посмотрим, что у вас. Для свободных выпала семерка жезлов, десятка чаш и карта четверки жезлов. Очень яркие карты, и здесь прослеживается ваш темперамент, ваш характер буквально во всем. Вы умеете многого добиваться, вы умеете многое решать. Вы показаны как человек очень характерный, своенравный, и если вы в чем-то чувствуете свою уверенность, вы никому ни в чем не готовы уступать. Этот аркан, первая карта, здесь может говорить о том, что у вас все-таки с кем-то есть либо конфронтация, либо спорные разговоры, либо ощущение того, что вы в постоянной борьбе за место под солнцем. Может быть, вам с кем-то приходится конкурировать или кому-то показывать свое превосходство. Это может касаться и личных отношений, если с вами кто-то ранее пытался конкурировать. Две последующие карты говорят о том, что в самое ближайшее время вас ждет отдых, радость. Десятка чаш может показывать празднование. Друзей, гостей просто хорошие эмоции и отдых. Но по десятке чаш и по четверке жезлов рядышком может быть действительно у кого-то намечаются свадьбы, определенные торжества, которые либо вы будете организовывать, либо вас кто-то может куда-то приглашать. Если вы сейчас с кем-то встречаетесь, вот эти две карты говорят о серьезных намерениях того человека, который рядом с вами. Но еще до последнего времени что-то было непросто или кто-то все-таки пытался между вами стать. Или в вашей голове все-таки были вопросы по поводу того, как эти отношения будут развиваться дальше. Сейчас я вижу, что ни вы, ни тот человек, который рядом с вами не готов вас терять. У вас могут быть какие-то общие планы, мечты, обоюдные желания, совместный отдых, совместные планы. Поэтому вы будете радоваться, вы будете счастливы. Может быть, кому-то именно в этом периоде кто-то может сделать предложение руки и сердца. Карты могут показывать помолвки, сватовство. Если у вас есть взрослые дети, это может касаться кого-то из семьи, ваших детей или детей того человека, с которым вы в отношениях. Я не вижу того, чтобы между вами могли стоять родственники или кто-то еще. Если вы по-прежнему свободны и до сих пор ни с кем не встречаетесь, центральные карты уже говорили о том, что у вас будут и знакомства, и выборы, потому что в раскладе есть карта влюбленных, и ваш выбор может быть еще впереди. Самое главное, с этим выбором не ошибиться. Тут еще может быть большая вероятность того, что у вас кто-то из ваших знакомых или родных будет пытаться с кем-то знакомить. Для вас это тоже может быть своего рода вариант, поэтому не упустите свои шансы. Даже если вас сейчас особо не заботят личные отношения, я все равно по этим картам вижу то, что вы еще можете быть в отношениях и вполне гармоничных. Посмотрим, что в скрытых факторах. В скрытые факторы для вас выпала тройка чаш, паш монет и карта десятки мечей. Тройка чаш тоже может показывать торжества, праздник, отдых, вечеринки, какие-то сборы, какие-то приятные разговоры. По этим картам вы на волне счастья, в особенности в конце этой недели у вас будут какие-то приятные события. Но может быть в связи с отдыхом или с тем, что вы с кем-то видитесь, тратятся деньги, и потом снова нужно финансово восстанавливаться. Вот это то, что может вас стяготить. Но вы очень упорные и настойчивые свои финансовые проблемы будете решать. На завершение этого периода выпала шестерка жезлов, которая говорит о том, что выходные пройдут просто прекрасно. Если вы запланировали куда-то ехать, поезжайте, дорога будет благополучной. Если хотите с кем-то увидеться или заняться какими-то серьезными вопросами, не касающимися отдыха, тоже вы что-то можете вполне решать и в выходные дни, по этой карте у вас все получится. Эта карта огромного позитива и радости. Она может показывать любую информацию, которой вы возрадуетесь. Это могут быть письменные, устные известия. Это может быть какой-то разговор, телефонный звонок, встреча или дорога, которая вас порадует. Ну а теперь посмотрим, что осталось в закрытом виде. Это карта дополнительного совета или форс-мажора. Здесь мы видим туз жезлов. Это карта чего-то нового. Это карта ваших собственных желаний и идей, которые для вас важно будет реализовать, что вы и будете успешно делать. Карта говорит о том, что во многих вопросах, которые для вас важны, вы будете проявлять инициативу. Чем больше этой инициативы проявлено, тем лучше для вас, потому что благодаря вашей идейности вас слышат другие люди, вы действительно способны что-то организовывать, откуда-то приходит помощь. Появляется рядышком с вами и нужная информация, и нужные люди. Сама по себе эта карта показывает вмешательство божественного, но положительное, когда вам помогают реализовать задуманное вами. Также эта карта может показывать какие-то неожиданные желания, предложения, когда вам кто-то что-то интересное предлагает. Это может касаться и работы, это может касаться и каких-то дорог, и отдыха. Негатива здесь я не вижу. Ну а теперь посмотрим на ваше желание, которое вы задавали. На ваш вопрос выпала положительная карта. Императрица говорит о том, что если смотрят меня женщины, решение вашего вопроса исключительно зависит от вас самой. Если говорить о мужчинах, то на ваш вопрос очень сильно может влиять женщина. Но несмотря на то, что вы можете получить всё, что вы задумали, я так думаю, что тут не одно желание по этой карте. Императрица, женщины очень яркие, и у таких женщин всегда очень много интересных идей. Вы и сейчас в активности, и в дальнейшем будущем я вижу активность в отношении многих ваших планов. Внешне это самообладание, это может быть уверенность, это яркость. Но в отношении того вопроса, который вы задали, у вас порой будет наступать такая усталость или такое эмоциональное истощение, что просто вот вам нужно будет время на то, чтобы либо отдохнуть, либо собраться с мыслями. Тут ещё ваш вопрос упирается в какие-то старые разговоры. Может быть, это то, что в вашем сознании или подсознании, поэтому мне об этом говорят карты, есть какая-то старая проблема, которая вас беспокоит до сих пор, или человек, который, может быть, вас чем-то обидел. Кому-то что-то доказывать или рассказывать вам не нужно. Просто продолжайте делать то, что вы делали, и живите так, как вы живёте. Просто я вижу при внешней успешности или яркости внутреннее большое страдание из-за какого-то вопроса. И тут я вижу, что вы будете что-то делать буквально на максимуме своих возможностей. Может быть, поэтому и говорится о том, что тратится или будет тратиться очень много сил и энергии, по факту. Давайте традиционно также обратимся к дополнительной колоде, это оракул, и спросим, что ещё вам нужно знать на самое ближайшее время. Буквально несколько карт для того, чтобы насытить ваш расклад. Карты выпали очень хорошие. Карта аистов, мужчины и карта лилии. Говорят о благоприятных изменениях для дома, для семьи, тех, кого ждут дальние дороги, поездки. Либо мужчина будет помогать что-то организовать, либо с мужчиной, может быть, куда-то будете ехать, либо мужчина будет в чём-то помогать, если говорить о женщинах, если говорить о мужчинах овнах, то это вы собственной персоной, и от вас зависит всё то, что происходит и в вашей работе, и в вашей семье, и в ваших дальнейших планах. Я вижу рядом с вами ещё одного человека, это король пик, это может быть мужчина, который тоже уже в жизни чего-то добился, человек основательный, может быть при должности, при погонах, может быть просто человек благородный, с которым вы будете что-то обсуждать, и этот человек будет в чём-то помогать. Эта помощь связана с какими-то изменениями, которые благоприятны и для вас, и для ваших родных людей. И также, что ещё немаловажно по этим картам, кого волнует повышение социального статуса, эти карты и говорят о том, что вы свой социальный статус можете повысить. Мужчины могут сделать это самостоятельно, но тут есть ещё одно мужское лицо, которое вам будет в чём-то покровительствовать и помогать, и также это опора и поддержка от семьи. Если говорить о женщинах, то вам, может быть, с реализацией ваших амбиций поможет мужчина и также кто-то из родных людей, которые просто морально вас могут в чём-то поддерживать. Карты очень хорошие и благоприятные. Давайте возьмём ещё одну дополнительную, как на возможный совет. И это карта мастера. Человека очень грамотного и одарённого. Таким человеком можете быть показаны вы самостоятельно, независимо, мужчина вы или женщина. Очень большой жизненный опыт. Вы действительно в чём-то можете считать себя настоящим мастером, потому что вас таким считают другие люди. Вы кого-то способны чему-то учить и вы способны кого-то за собой вести. Также в вашем ближайшем окружении по этой карте может быть очень сильный, влиятельный человек, который вам в чём-то создаст очень мощную поддержку или вы, благодаря советам этого человека, что-то сможете сделать максимально правильно для себя. Но если говорить о женщинах, то тут явно на вашу жизнь может влиять как минимум две мужские фигуры. Уважаемые овны, таким для вас был расклад на этот период. Благодарю вас за просмотры. Всем отличной недели. И я вас всех жду в следующих видео. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok